всем привет меня зовут дарья волок и сегодня у нас на канале расклад и тема расклада как вас воспринимают мужчины а я знаю что на моем канале как в принципе на многих других каналах где на ю тубе очень много прекрасных тарологов психологов интересных личностей на мой взгляд мастеров которых мне нравится слушать потому что так думаю как классно ты видишь плане психологии а кто-то еще и такие духовные уровни затрагивает но все равно очень интересно и личности тоже которые собираются женщины в поисках ответов почему же у них что-то не так соотношениями часто разные конечно люди присутствуют и вот недавно я думала на эту тему даже периодически приходила сейчас где-то услышала в каком-то раскладе причем да что мол мужчина или мужчины и кстати не в одном раскладе во многих воспринимают эту женщину которая смотрит очень сильной с какими-то практически мужскими качествами или в то же время женские энергии до обволакивают их затягивают огонь они понимают до женщина все а потом вдруг эта женщина проявляет себя ну как будто как мужчина и когда раскрывается эта тема мы понимаем что интересно а что же здесь мужского думаю я у меня вопрос потому что описывается что женщина самодостаточная то есть со стержнем со стержнем личности описывают понимаете насколько наш мир извращен что стержень личности до духовность какая-то воспринимается как мужественность а причем тут мужественность мне хочется спросить когда у женщины как у личности и у мужчины могут быть принципы в дружбе в отношениях с людьми в отношениях с миром когда они держат свое слово этого разве не должно быть какая женщина становится зеркалом и она засвечивает мужчине не то что он не мужественный или женственный очень а то что он не дотягивает по духовным параметрам просто человека просто личности понимаете разница так что девочки никогда не притворяйтесь вот этого мужественными не станете но вы останетесь личностью и вы растете в этом направлении и мужчины многие тоже растут в этом направлении это здорово так вот сделаем расклад на тему что мужское поле мужчины как они вас воспринимают и даже пускай нам может быть покажут какую-то разную категорию мужчин да как то так да посмотрим поток спускается на нас прекрасных женственных очаровательных с духовным стержнем женщин а это именно для вас опять у нас смотрите как интересно дать ну как я и сказала в принципе поток подтверждает мои слова интересно до женщина как целый мир понимаете что такое целый мир вот мир не объехать не обойти даже если взять планету до с точки зрения планеты земной шар сколько неизведанных уголков чудес природы необычных людей до энергии здесь стихии ну это божественно непередаваем вот что такое женщина которая как целый мир которую познавать и познавать раскрывать и раскрывать и только смелые путешественники по этому миру вдохновленные которые способны вылезти из своих не знаю коморок каких-то внутренних способны подойти к таким женщинам но главное что мужчины никак не могут понять да очень многие по двойке жезлов и двойка пентаклей вот это равновесие они прям чувствуют что эта женщина содержит в себе разные энергии и они у нее в балансе вот посмотрите да вот такой мир но мир он разный он опасный он чарующий он восхитительный ну понимаете да в нем есть все в нем есть все грани все противоположности все полярности день и ночь это всегда неповторимо это всегда удивительно но в то же время глядя на такую женщину сталкиваясь женщиной мир которая сама себя признала и в балансе до определенном всех стихий и процессов мирового уровня понимаете они будто замирают они не знают как подойти к этой женщины они замирают двойка жезлов да я как бы хочу направиться но не понимаю как словно мне нужно выбрать что-то одно или другое то есть понять а даже не просто выбрать у них внутри возникает спор спор если она такая глядя на ней на одну ее грань мне понятно ну например милая ласковая нежная сексуальная выражительная потом вдруг они видят ее в процессе не знаю какого-то конфликта даже не с ними а а просто в решении какой-то задачи который она решает и вот она другая мечевая как мы называем до логик стратег понимающий отвечающие за свои слова понимающие что происходит отстаивающие свои границы и так далее какие-то другие моменты жесткая даже и мужчина не может понять как это совмещается то есть ему очень понравилось например эта часть он туда пошел вроде как потянулся за этим жезлом а потом другая тоже очень интересно и какой стопор знаете ничего себе вот она биполяр очка да но женщине у женщины это гармонично проходит у тех которые меня смотрят и они кстати все больше и больше в этом развиваются потому что женщина мир никогда не останавливается своем развитии ведь она тоже недавно живет на этом свете ну не считая того что она может быть древней и космической душой но она познает себя и открывает эти части и хочется чтобы и люди тоже что-то есть засвечивали в том числе и мужчина открывал в ней что-то он не боялся он шел он не застревал в двойке жезлов понимаете но многие женщины среди вас сталкиваются с этим застреванием мужчин в процессе движения к вам в процессе притяжения к вам а мир не может не притягивать ребят даже если мы смотрим телевизор и смотрим как другие там путешествуют что-то в мире творится а там что происходит да это особенность психики человеческой изучать мир кому-то страшно я останусь на диване и посмотрю по телевидению и на эту женщину я посмотрю как на экран мне достаточно это шок это потрясающе это удивительная женщина но мало кто из мужчин способен подойти и начать исследовать мир позволить себе это путешествие а женщины иногда могут недоумевать они чувствуют импульс чувствуют восхищение ну что ты иди исследуй вот она я целый мир особенно если мужчина понравился а он в двойке жезлов завис у меня зовут такие картинки завис как этот как памятник давайте сейчас немножечко еще раскроем эту историю не так ох как хочется наполнится этим миром как хочется погрузиться даже небольшое прикосновение с миром таких женщин как вы да такое как по телевизору знаете передачка пошла уже вдохновляет уже наполняет девяточку кубков дает вау вау что это что я чувствую мужчина чувствует себе желание открывать первооткрывателя исследователя а это прям суть мужская на самом деле но не только мужская и считаю потому что у женщины мир тоже есть эта особенность которая пугает мужчин и кажется и мужской как я уже говорила а причем здесь мужская особенность исследования который долго приписывалась мужчинам ученые это мужчины нет для того чтобы женщина стала целым миром она должна себя открыть и она сама себе ученый как же все перевернуто я поражаюсь и какие догмы навешаны да на мужской и женской абсолютно искаженный человеческое разделили духовное личностное разделили и разбросали еще по разным концам типа вот это можно мужчинам а вот эта женщина и до сих пор это живет хотя конечно множество в нашем современном мире спасибо мы не в средневековье до должны притворяться есть возможности так себя проявлять женщинам особенно но паттерны прошлого они до сих пор остаются в психике и удерживают от взаимодействия мужчин с такими женщинами и ограничивают их стать учеными стать исследователями первооткрывателями и оставаться каком-то известном болоте выбирать тех кто соответствует паттернам жертв признавая жертву в себе я буду просто наблюдателем по телевизору хорошо если телевизор есть но все без исключения чувствуют прилив энергии новых смыслов при соприкосновении с полем такой женщины как вы хочется учиться вот правда по рыцарю мечей это же всегда интеллект представляете женщина мир она просто как это как устроено вот у нас рождается ученый горящий подросток который хочет изучить этот мир ученый а что это в ней такое что наполняет меня что вдохновляет меня что это а это мои дорогие мужчины и женщины которые меня смотрят сила сила женщины мир а сегодня женщина мишу будет звучать женщина мир это такая сила которая драконов приручает понимаете своих чужих это ж как нужно познать себя чтобы силу свою красивую мягкую завораживающую и в то же время со стержнем потому что ты не сможешь управлять никакой силой не мужской не женской если мы возьмем деление энергетические до определенных так сказать именно иньянских вот этих параметров никакой не сможешь управлять если не познаешь себя если не познаешь свои полярности в такой женщине есть спокойствие я знаю кто я и я на меньшее не согласна мало того что она уже очень много открыла себе и у нее внутренний запрос женщины мир и сила всегда что я хочу взаимодействовать с теми кто еще больше раскрывает меня и конечно же я тоже раскрываю вас потому что женщина мир и сила знает что каждый есть целый мир женщинами с которыми она сталкивается мужчины что каждый человек здесь неизведанный мир на самом деле женщина сила мир ох как тянет к таким женщинам как вы это завораживает четверка кубков он в печали знаете в какой здесь смотрите четверка кубков печаль при столкновении с такой женщиной сначала то у нас как девятка кубков наполнение до жажда познания жажда движения взаимодействие жажда путешествия и потом приходит четверочка кубков печаль и разочарование знаете вот здесь же есть такое что кубки разлиты но хотя я здесь не вижу разлитые кубки но какие-то пустые а два полных вот здесь так показано до 2 пустых кубка которые указывают ему знаете на что боже я зря прожил свою жизнь здесь почему-то по этой карте мне идет какое-то сравнение ничего себе а вот это вот включается мужское эго сражающиеся женской сутью дурацкая фигня на самом деле когда она такая а я что я уже пустой я тут себе на диванчике сижу телевизор этот смотрю я таких женщин вообще никогда не видел ну вот ты видишь казалось бы иди исследуй да все возникло ну нет все уже все поздно и к тому же она увидит что я пустой что я ну как бы не целый мир например да а что я могу ей дать а на самом деле у него два кубка ведь за спиной у него есть еще потенциалы и поэтому не просто так дорогой мой мужчина тебе встретилась женщина мир не просто так ведь она и мир тебе не просто так ее послал тебе есть два кубка они вон вдалеке стоят и ты даже не видишь их ты просто какое-то время жил в какой-то ситуации с нами со всеми такое бывает такой в своем болоте уже вроде как опустошился все одно и то же день сурка тут появляется она активирует тебя аж до девятки кубков показывает что у тебя все еще есть дорогой давай выпивай свои бокалы обернись посмотри вспомни я не знаю направься мужчины западают вот в эту печаль самооценки на самом деле и понимают что чтобы взаимодействовать с такой женщиной им нужно сотрудничать не понимаете что нужно а взаимодействие и сотрудничество это не совсем как многие привыкли до в позиции выше ниже быть я ее тяну она меня там чем-то тянет какая-то в разных своих бывших прошлых отношениях и в тех сценариях которых они росли часто и мы все росли ну должна же быть какая-то иерархия понимаете а скорость этой женщины какая иерархия я мужик просто вот это вот я мужик она должна мне подчиняться притворяться назовем это так и играть женщину на самом деле те женщины те мужчины которые были женщинами которые играли в женственность да ну что-то в них тоже конечно был и даже многие из нас играли в это по старой памяти программам защиты потому что открыть себе мир и показать его миру это страшно это целая работа и женщина мира это помнит и знает она проделала эту работу и продолжает ее делать идти по этому пути а мужчины когда сталкиваются то они боятся делать вот эту работу над собой во первых засвечивается для того чтобы выходить в равную коммуникацию по тройке пентакли равную коммуникацию что такое равная коммуникация страх тогда пропадет наверное моё мужское и и женское боже это анархия просто равная коммуникация между мужчиной и женщиной это практически анархия для нашей средневековой психики вот серьезно хотя равная коммуникация это личности а мы боимся понимаете не понимая что мужское и женское в равной личностной коммуникации здоровых людей до останется но никуда не денется энергии и не я никуда не денутся мало того что мы уже все знаем в психологическом поле и пространстве настоящие специалисты это исследуют это уже довольно таки хорошо исследовано и дальше продолжается работа в этом направлении вот анимус анима да это внутренние части и мы никогда не будем целыми никогда не познаем себя как личности если не познаем свою внутреннюю женщину и мужчин так я все время прерываюсь и опять же повторяюсь что мы никогда каждый из нас как личность не сможет понять за всеми этими средневековыми установ о мужчине и женщине не познав эти части внутри опознавать внутреннюю мужчину и женщину можно до различными практиками приемами но это вспомогательная работа при столкновении и взаимодействии на самом деле и даже тот кто начал эту работу самостоятельно вот я вам скажу да и поставил себе такую задачу через практики приемы я большую колоссальную работу делаю через архетипы таро и продолжаю делать потому что это непростая работа тут же стыкуются да с мужчинами и женщинами ну очень интересно стыкуются под задачу чтобы увидеть например зачистить искажение отменить страхи до проработать эти страхи взять силу примирить внутри эти части снять как бы со своего истинного мужчины со своей истинной женщины снять как это сказать проекции различные которые передались по роду по карме до сценарии и проекции потому что очень хочется дать дойти до истины и на самом деле в работе например с арканами проживая императора императрицу и жрицу ну в общем даже вот эти вот возьмем императора императрицу по частям особенно по стихиям открывается такая красотища понимаете что дух захватывает от внутреннего мужчины и женщины когда ты это понимаешь ты не можешь не выбирать себя такого причем конечно у каждого человека даже проигрывая архетип императрицы например у женщины до познавая его будет свой индивидуальный рисунок а еще больше если я скажу что например портреты мужские и женские состоящие из разных энергий и мужских и женских и просто различных энергий всегда удивительны и иногда бывают у мужчины больше энергии женских но это не значит что он будет женщиной нет абсолютно это просто рисунок силы это все все равно условно понимаете это просто например творчество даст мужчина если у него есть императрица творчество колоссальное и он может быть например абсолютно мужественным мужественным и создавать какие-то уникальные машины например прям даже в мужском каком-то творчестве но так как эти энергии перебиты он даже себе бывает не позволит творить отворил бы он даже в чем-то мужском но кто-то больше кто-то меньше все это так условно и мир сейчас это все ломает стирает мы видим даже такие гротески сопротивления разные движения почему возникают вот мне уже лекция пошла почему возникают вот эти движения даже не обязательно что люди с ориентацией да действительно там геи например нет они мужчины но они играют в этих женщин что-то такое себе позволяют как бы и мы такие в ужасе что это но это подростковый период целого общества который хочет прожить то что подавлено а со временем это уравновеситься понимаете но станет допустимо для кого-то именно так выражать как театральное что-то я на самом деле сама прожила невероятный период такой сложной ломки психологической и у меня была такая история что мне помогло в тот период в инстаграме как-то прям интуитивным путем и что-то баловались играли помните там различные маски но они до сих пор там есть и там невероятная маска трансвестита так она еще голос меняла так я вот в этой маске начала говорить просто я назвала эту роль крис может быть как-нибудь и выставлю даже здесь и у себя в группе я думаю тоже девочкам покажу лишь забыла про свою любимую крис и вот через эту крис которая она на самом деле я почувствовала такую свободу говорить и даже вот сейчас разговаривая с вами именно эта роль помогла мне выйти на и преодолеть многие страхи разговаривать понимаете быть разной засвечивать какие-то моменты сейчас же мы видим таких персонажей как например жидковский тот же самый да что в такой роли больше позволено в общем я уже удалилась немножко темы но в целом это в тему да как важно нам всем познавать мужское и женское в себе еще раз повторяю а мы друг другу помогаем это делать женщины сейчас активировались в этом познании намного больше и сейчас идет страх и ужас в мужском очень сильный и вообще если взять историю то женщины все-таки они более мобильные гибкие к изучению первыми открыватели своего мира и даже то движение когда женщины начали там брю они могут и например женщины могут даже брюки одеть еще что-то женщины более подвижны в это играть ну то есть им разрешено в это играть и они в это играли намного больше мужчин а с мужчинами там познавать женское что-то в себе это вообще какой-то табу да даже мужское из-за этого искажено где мы сейчас видим какое-то такое благородство даже чувство показать помните мы в советском союзе росли и было вот это вот жених и невеста теле теле тесто было стыдно рассказать или даже почувствовать спалиться что ты к девочке чувствуешь чувство поэтому а пошли там еще что-нибудь ну вы знаете в нашей стране это вообще сейчас кстати у меня есть знакомые которые общаются с молодым поколением и там мальчишки и девчонки до которым по 20 там 19 младше у них эта тема стирается представляете так классно они за друг другом ухаживают у них считается не стремно что перед пацанами в грязь лицом лицом не упадешь если ты своей девчонке которые тебе нравится цветок подаришь или еще что-то такое ухаживать за не начнешь за ручку так ходить прям демонстративно а вот поколение чуть постарше особенно не знаю моё 80 там знаю 70 это что-то это прям жуть какая-то страх проявления что-то я так разошлась давайте поток она у нас опять унесет равная коммуникация личности как это важно для здоровой психики людей на планете земля а еще мужчины реагируют на вас как королев жезлов вы вызываете яркое сексуальное желание сексуальное желание у мужчины это очень важный сильный индикатор женской энергии мы все понимают да но сейчас я еще хочу раскрыть чувствую под поток и это желание она не совсем типичная для них ну то есть мужчиной до вас женщины мир вернемся решение мир испытывал сексуальное желание в принципе сексуальное желание может испытываться просто гормонально все созрело все работает все двигается да и по большому счету в юности может там хотеть все потому что просто тело хочет и все она хочет много по этому поводу шуток и это естественно надо воспринимать что просто ты там не видишь ничего там какая она чего там душа или еще что то то здесь сексуальность какого-то другого порядка по жрецу мне прям идет смотрите высшего порядка так всем привет я вернулась не поверите прошло два дня я вот так вы поставила расклад сейчас посмотрела немножко чтобы вернуться в поток просто в принципе неплохо получалось на мой взгляд не знаю конечно но и захотелось продолжить правильно да и вот я продолжаю сейчас мы входим в поток рассказа о сексуальности женщинами и ее влияние на мужчин обозначили немножко для себя настройку и возврат вот здесь мы увидели короля жезлов и жреца и знаете как мне это считывается да вот это вот сексуальное влечение к женщине мир она она особенно чем вот как мне это выразить больше что-то я такая потеряла ту концентрация что было в прошлом и немножко в другом состоянии что-то сегодня но это как свыше это больше это желание необычное она конечно же ну как бы со всеми физическими проявлениями но она мощнее она больше заполняет когда идет расширение что к высшая в человеке долине поднялось вверх вширь мужчина взлетает взлетает это совсем другой уровень сексуальной энергии и я думаю мужчины которые это испытывали помнят это никогда это ничем не перепутаешь и это если берем тему архатов и магиране встречи магических женщин и мужчин таких ведьм и ведьмаков то при их соединение этом сексуальном они могут прям это испытать это влияние и даже еще до того как она начнется но физики до состоится например конкретно то энергия самой сути которая пробуждается а это внутренний как бог и богиня они могут очень сильно воздействует друг на друга даже на расстоянии и здесь вот прям об этом здесь какая-то прям тема что ну женщина мирта она воздействует в общем-то не на всех но по большому счету на всех но вот здесь мне идет на индивидуально да как вот правда мне уже идет вот как вот ведьма до просыпается когда на себя познает просыпается женщину чтобы ведьма ведает себя познает до мир колоссальное количество энергии чего-то невероятного и знаете вот эту тему ну я думаю она действительно верная по вопросу архатов и магиране может быть кто-то сталкивался вот там такой замут то что в средневековье до были пары и мои ведьмак и тот кто знал сжигали только именно ведьм потому что архаты ведьмаки без ведьмы не активны они активируются на ее энергию и взлетают и как бы просыпаются таки ага я буду творить в этом мире но это как бы встретить свою пару я вам скажу даже не обязательно свою они еще могут искать свою там есть какая-то истинная так скажем пара ведьма и ведьмак но даже соприкасаясь со своим как бы племенем они могут как бы пересекаться и активировать друг друга на время под задачу какую-то даже на расстоянии у меня была такая история просто без всякого контакта но произошла активация потому что сильного мужчину ведьмака до архата и первый раз тогда и увидела и у меня это видение стало раскрываться и у него и нового были шут но у нас не было никакого контакта потом эта история так раз раз закрылась и со стороны я вижу какая произошла активация мы просто как одной структуры как вы понимаете это очень классное необычно а а вот у людей которые не ведьмы и ведьмаки да все равно мужчин возникают у любых она женщина мир а здесь я реально это может быть только женщина такого уровня здесь возникает все равно такое одухотворение понимаете восхищение и преклонение то есть даже как каким-то образом сексуальность мужчине поднимается но она не направляется она не имеет пошлости что не такой но вот жажды но как-то не пошлости неправильное слово похоти такой вы знаете она как бы отсутствует она как-то у них перебивается поэтому они конечно не будут двигаться к таким женщинам если их спросят ты бы хотел такую женщину например на тень она нравится он сколько конечно но вот так это звучит и так далее и она даже как сказать женщина особенно которая управляет уже этими энергиями но у женщины мир это уже так работает вот все не могу как-то до конца выразить как это работает все мужчины хотят ее но она не создает этот ажиотаж безумие к себе что они такими становятся быть я хотим какой-то вот этого не происходит это какое-то одухотворенное мешает похоть такую а просто расширение созерцания и это очень тоже сексуально просто она как идет по всему телу знаете такое свободное даже от проявления чисто мужского и полового да вот такого прям но если мужчины а по энергиям тоже ну как архаты и магиране до которые то у тех сильнейший подъем кундалини прям идет и сексуальной энергии мощнейшая активация идет что еще также в сексуальной теме сейчас буду проглядываться справедливо щас немножко солнце но еще бы кто бы говорил да и прям смотрите выходит естественно по справедливости но здесь есть справедливость это как ну работает поистине по тому алгоритму как записано вот мне сейчас правда идет информация особенно при встрече архатов магиране ведьма ведьмаков да а ведьмаки я еще вам хочу добавить они позже просыпаются они на магиране просыпаются а так просто какие-то воськи чувачки могут жить знаете вы правда ну как не обязательно тем колдуны но что-то какие-то у них там тоже свои истории могут быть вспышки особенности силы проявляться но они как-то не могут сами по себе скакануть в основном нужно для активации женщины вот именно практически все многие может быть у кого-то кто вот идет в этом пути мужчина у них там родовых как-то осталось или еще что там ну мир он по-разному может воздействовать в любом случае но это такая какая-то живая схема естественная была и работала раньше в древности а потом была перебита и сейчас мы в принципе магических родов не видим вот так который мы знаем друг от други до знаем из передают там знания но очень много магических людей душ с опытом из прошлого до сейчас воплощены абсолютно в разных семьях и будут пробуждаться сами в новом совершенно амплуа это даже еще круче мы вроде как потеряли историю нас размазали силы потеряли забыли но в современном времени это будет даже еще прикольнее потому что поднимаются те силы да но они уже какие-то искажения которые не соответствуют этому времени не знаю ритуальности лишние или еще что-то они ну как сказать сбросили какие-то традиции их не искажение даже мы родились в новое время чтобы воскреснуть и породить систему магии на основании я не знаю и науки и психологии так далее еще больше увидеть возможности и мир сейчас меняется вы все знаете входит в новое как бы измерение ну как в эру новую эра водолей открывается это колоссальное влияние планет происходит невозможно не заметить и мы только в начало вступили представляете я опять отвлекал и отвлекаюсь и посмотрите что происходит действительно мужчина как спал как в прошлом из тени выходит из тени своих каких-то образов программ кстати вот они родовые программы стоят за ним он вроде весь такой герой но в темноте там знаете где-то ходит до спит по большому счету а что происходит здесь в солнце вот солнце мужское просыпается солнцем мага просыпается вот если стыковка идет магой и к господи если стыковка идет маги ранее понимаете сархатом вот так сейчас прям заостряет внимание что мне еще хотят сказать потоки что у женщина мир в конечном итоге да она уже начинает привлекать свое поле именно магических мужчин она сама волшебство и таких же мужчин и она даже сама как солнце здесь его солнце просыпается но это она на этой лошади такая с этой палочкой огненной активирует мужское солнце вот мне сейчас даже говорят что даже и все мужчины по-своему вдохновляются на разным на разных уровнях даже если это не их женщина даже если они не сильно то там магические там и так далее уровни разные бывают да то все равно такая радость и солнечная энергия сексуальность и солнечная энергия она как детская как кайф по всему телу такое блаженство распространяется по людям понимаете в ней уютно такая красивая не замираешь по-своему греешься радостно когда такая женщина тебе улыбнулась с тобой заговорила класс вот это красивые до сексуальный так да очень 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 многим хочется проявляться в такой женщине прямо лететь а те кто вдохновляется я вообще хочу рекомендовать всем мужчинам когда вы вдохновляетесь женщинами не могут быть и ваши но она вот именно вот вы понимаете что ее природа какая-то волшебная до женщин мир вы можете увидеть в этом мире тут она не одна я даже постоянно вижу и ими восхищаюсь вот я для них и говорю и на своем телеграм-канале я дружу с такими девочками я обожаю вас просто понимаете окружать себя людьми мира вот красивейшими это благословение и когда мы видим таких людей это благословение это радость они зажигают внутренний огонь на проявление на удачный день на свои какие-то достижения не бойтесь этих людей не бойтесь они несут вашу жизнь солнце пробуждает вас огонь вас огонь и опять и паж жезлов вы представляете говорю поговорим о сексуальности что же с ней происходит и выпадает паж жезлов рыцарь жезлов и король жезлов да на самом деле представляете здесь показана линия роста сексуальности ваш это такое детская юная там потом устремление да и в короля жезлов превращается король жезлов это уже такой спокойный мужчина который контролирует свою сексуальность вот о чем вот это движение а это о том что такая женщина способна в мужчине и они это чувствуют интуитивно смотрите способна в мужчине чтобы его сексуальность росла набирала магию поднималась как бы да расширялась она была не только для секса так скажем да попожу там что-то бежим бежим там контакты контакты там знаете уровень да нормально помните я вам говорила по подростковой конечно это все было это мужчина все помнят прекрасно на потом какой-то движ на вожу там и мужчины кстати тоже он сексуальный мужчина вот он вся энергия а чтобы потом в короля который еще может что попало не ест да король жезлов мужчине он будет знать что только ему стоит свой огонек там поджечь и очень много женщин там полетит пойдет и все такое но ему это даже становится неинтересно короли жезлов очень разборчивые они еще очень ценят свой огонь доходят паш не будет там ценить свой огонь понимаете да рыцарь еще тоже будет бегать там в общем-то со своим жезлом носить а вот король жезлов он даже вот он как сидит да в нем это все есть его энергии еще мощнее он еще понимает что это его энергия для реализации для идей для творчества для его силы для его влияния харизм для его слова и не знаю чем бы он там не занимался и король жезлов уже видит силу женщины и выбирает ее понимаете так вот женщина мир на многих влияет так что при столкновении с человеком который в потенциале имеет прекраснейшего короля жезлов и красивейшую эту энергию до огня кундалини там и солнце тоже добавим имеет потенциале да но носится как по жезлов понимаете там по девчонкам например носится носится факт он не догоняет что он расходует свою энергию мужчинам же пиарят то что они так получают энергию в основном типа надо побольше контактов мы так будем получать энергию но это на самом деле позволительно я говорю в какой-то возраст там есть такие периоды нормально в юном возрасте нормально это не у всех но если так вот работает но потом позже особенно каким-нибудь там ребят к 40 годам там но после 30 даже не наоборот человек должен стать в пару в сильную который будет усиливать где мужчина и женщина будут совместно творить этот огонь и никуда он там не уходит по каким-то еще теткам еще куда-то пошел ну из ее стороны тоже само собой разумеется но всем кажется мужчина туда будет ходить куда-то а это и нормуль типа того что чтобы главное женщина не ходила ну слышали такую вот ересь да нет там важно чтобы никто никуда не ходил если они хотят быть в силе особенно для магических людей вот этого огня а король жезлов это уже маг который ценность своего огня понимает и осознает его уже не наполняет какая-то эгоистичная пожесткая тема сколько я галочек поставил своем блокноте понимаете абсолютно если мужчине 40 лет а он также продолжает делать он теряет энергию и он это обязательно заметит а вот женщина мир когда придет он не просто это заметил если он застрял в каком-то из периодов он прямо это ощутит могут быть разные спецэффекты да особенно если вот это контакт его какой-то такой глубинный не просто это как восхищение такой женщины вот и появление женщина мир да вот такой богини ведьмы невольно запускается процесс трансформации сексуальной энергии в мужчин и в мужчине вот я прям даже сейчас и вижу как это ну как вот вообще происходит как-то у меня прям вот этого движения часто здесь конечно будут будет присутствовать как бы борьба может происходить да если происходит там программа разная включается но и все только хуже будет а так с такой женщины очень легко можно выйти в эту силу и прямо ощутить потому что до этого мог чувствовать что что-то не так вроде продолжаешь по накатанным ну например много женщин там еще еще но вот берем вот такой да такое желание вроде продолжаешь по накатанной чувствуешь тоже какое-то опустошение а понять что не можешь это кстати тоже запрос иногда души даже не оформленный потом приходит такая женщина и ты начинаешь понимать а вот так я хочу почему такие женщины могут застрять в голове надолго потому что она уже внесла программу изменения сексуальности она учит даже если не ступишь с ней в отношении ничего и король а еще такие женщины вызывают чувство двойки кубков какой-то родственности близости дружественности знаете вот такой вот дружбы то с ними все хотят дружить на самом деле по королю мечей мне как-то видится что многие мужчины как бы ну как так я буду вот программы да как только буду дружить женщины но по факту если искренне признаются себе как бы там есть дружба а для некоторых королей жезлов да особенно у королей жезлов нормально а вот пожей жезлов на входе в эти отношения и вот в это пересечение женщины мир то как бы как я буду с ними дружить я с ними особо не дружил я с ними там ну вы понимаете а тут и дружить и разрыв происходит в мечевой части в сознании происходит и сразу даже закрываются от этого никак не могут определить как это совместить если я буду с ней дружить ну тоже распространенная программа но не у всех понятное дело дружить с ней то как же я буду с ней спать но это короткое а если есть не сплю то типа все как же с ней буду дружить я не знаю сталкивались ли вы мои девочки но у меня это часто история общаясь с человеком ну часто и как мне не часто немного контактов таких было конечно но когда вот замечаешь этот момент иногда даже бесконтактный ты дружишь пообщался поговорил какое-то это возникло у мужчины к тебе вот ну сексуально понимаете что-то больше он аж закрылся мы счет отморозился сидишь так нормально разговаривали ты прям как-то изменился на самом деле это красиво сочетать себе и дружбу все на основе двойки кубка все равно построен и во-первых дружба родственность такая нравится место с собой комфортно ты моя какой-то вот ты мне близок вот близок мне близость такая на тело человеческая близость на ней же все может построено если там есть страсть и люди вступили в отношения там да то именно двойка кубков вот это будет разжигать страсть если просто там гормонал как-то сработала такая знаете как вам сказать такая по низам тоже может быть красивый такой знаете временный но не было вот этой вот то-то рассыпется тема рассыпется а с этой двойки кубков то всегда может гореть если она тоже конечно присутствовал а не только дружба но часто в психике мужчин спор между дружбой и сексуальностью возможно ли это совместить возможно и даже важно чтобы это было о чем тут это четверка пентакли императрица ну вот а кто такая женщина мир еще бы императрица а четверка пентакли что многие люди я уже об этом наверное говорили многие мужчины испытывают невозможность подойти к этой женщине здесь вот прям об этом да если идет какое-то несоответствие или мужчина еще не до конца готов или ему нужно будет что-то как бы преодолевать вот разные моменты да то он сам по-своему себя закрывает но это даже еще не только он сам делает у таких женщин стоит внутренняя защита не то что они защищают свои границы женщина мир императрица вот она хозяйка этого мира внутренние вот она истинная женщина она не защищает она как бы всех рада видеть но несоответствие энергии даже обстоятельства могут так складываться что она будет как будто это принцесса в заперти иди еще меня найди мой принц из башни спаси меня хотя она как бы спасение не нуждается это будет просто так пространство простраивать и даже женщина может влюбиться в этого человека тоже хотеть но у него еще не будет вот тех параметров чтобы его пространство к ней пустила такое тоже может быть но если мужчина двинется в этом желании до признание что там у него возникает вот эти комплексы оцепенение как бы страх то ли дружить то ли хочу то ли дружу много всего может в этом моменте происходить потому что встреча уже женщина мира императрица ну все активирует эту работу на что на открытие и позволение вы с такой женщины а это позволение дает ну во-первых мужчина идет до в этом направлении ну и пространство сверяет и только тогда пространство дает возможность приблизиться давайте наверное завершающий какой-то момент мне хочется да посмотрим кажется как-то поток сворачивая боже что-то про закрытие печаль но здесь о том что многие мужчины соприкасаясь женщиной мир императрицы навсегда ее запоминают навсегда запоминают и запоминают то что так и не смогли выйти из вот этого заключения из пятерки пентакли так и сложили остались маленькими пажами понимаете вот так сидеть и вспоминать периодически они могут даже много добиваться быть там кем-то но если они сами себе не позволили подойти к женщине мир императрицы с которой их стыковало пространство да но не прошли это не вышли вот из этого восьмерка мечей психологическое закрытие это психики психики происходит так и остались детьми периодически мечтающими мечтающими о ней кто-то вот мне сейчас идет информация даже если это невозможно уже с этой женщиной взаимодействовать она ушла даже если это была возможность именно пары да кто-то совсем будет грустить и как-то опечалится и вот больше так уйдет какую-то печаль а кто-то найдет себе силы все-таки преодолевать что-то творить благодарить за эту любовь до радоваться что она была что была вот эта женщина мир это восхищение но все-таки здесь еще идет о том что в нем прям так карты связывается в сердце многих мужчин женщина мир оставила печаль в плане того что мне не удалось не он не удалось вырасти мне не удалось мне не удалось а все что сейчас вот такое вокруг меня по тройке кубках легкие веселые девчонки может быть даже этот праздник жизни продолжается но но он не тот и я уже тогда смешала колоду да и вот сейчас действительно конец расклада женщина мир выпадает снова я всегда буду вспоминать свою мечту о том как я хотел быть вот по четверке это что у нас четверка жезлов женщина мир и мне всегда будет как будто кто-то вот так не говорит и я всегда буду хотеть чтобы она пришла и позвала меня посмотрите здесь реально когда я говорю что ведьма маги рань до женщина мир вот так приходит аж из пространства вырывается и приглашает мужчины пошли за мной здесь вы мне хотелось дать совет мужчина при соприкосновении женщины мир а я вам примерно рассказала кто это такая да не бойтесь ныряйте вот сюда и вы оказываетесь в новом мире любви и радости как я говорю в общем все сегодня я с вами прощаюсь мои дорогие люди люблю вас целую и девочки и мальчики пока пока